здравствуйте уважаемые зрители подписчики нашего канала давным-давно всем известно что есть для пайки существуют паяльники и существуют паяльные станции вот в этом видео расскажу о двух представителях чего-то среднего наверное вот у нас есть называется она паяльная станция и это 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 за 99 это за до 8906 есть еще несколько разновидностей таких но в целом то есть выглядит вот вы видите компактнее чем обычная паялка в этом есть определенное преимущество но есть и определенные недостатки значит что я говорю нечто среднее между паяльной станцией и обычным паяльником на самом деле все просто что здесь что здесь обычный сетевой паяльник 220 вольт а внутри вот здесь в паяльной станции стоит обычный регулятор мощности хоть на коробке написано что это станция позволяющая контролировать температуру на самом деле это наверное немножко не так можно ею как-то управлять но от контролировать эту температуру такие изделия не позволяют но это положительно зато сказывается на их цене ну давайте об этих более подробно расскажу что это то есть вот паяльная станция за 99 она комплектуется штатным паяльником кто знает может быть это паяльник серии за d200 c с вот таким вот жалом конкретно этот паяльник у меня 58 ватт есть еще такая же паялка на 48 ватт температуру контролировать она вроде как бы позволяет от 150 градусов до 450 насколько это так или не так зависит от того что конкретно мы появим как я говорю что она не контролирует температуру она просто и регулирует мощность самого паяльника и все вот но то есть это наверное плохо а вот хорошо это то что очень мало места занимает паялка сама то есть снимем сейчас подставку то есть очень компактно и в ней уже достаточно удобная подставка под паяльник то есть нету подставки паяльника которые где-то отдельно от самой паялки она уже прямо на самой паялки так же как и в этой теперь это паяльная станция все то же самое как что и сказал об этой единственное отличие что здесь паяльник уже с керамическим нагревательным элементом сейчас покажу вот керамика закована в такой металлический металлическую трубу трубку жала применяются стандартные которые используются в паяльных станциях типа хаку это нажала серии 900 м но тот же самый светевой паяльник те же самые 220 вольт на нагревательном элементе тот же самый регулятор мощность единственное отличие от этой что здесь в этой паяльной станции 99 регулировка идет потенциометром обычным а здесь вот такими вот кнопочками то есть станция не включена увидеть показать не покажу но придется вам поверить мне на слов что на дисплее показывается только то какую температуру вы задаете какая она на самом деле нажали увы неизвестно но но как я уже говорил они паяльные станции этого класса названных паяльными станциями на самом деле это обычный паяльник с регулятором мощности но они стоят значительно дешевле чем паяльные станции позволяющие контролировать температуру и они значительно более компактно поэтому на мое мнение что идеальный будет все-таки выбор для людей которые не профессионально занимаются радиолюбительством наверное да или пайка для начинающихся товарищей которые вот только-только начинают паять какие-то сложные схемы и еще не до конца понимают как это и зачем ну и люди которым не особо принципиальный контроль температуры то есть это пайка каких-то таких вещей которые не сильно критично относятся к температуре на этом все большое спасибо за внимание ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал